В Северной Корее надеются, что встреча руководителя КНДР с президентом США все же состоится. Передает агентство Ренхаб со ссылкой на замглавы МИДа. Накануне Дональд Трамп отменил саммит всего через несколько часов после того, как Пхеньян выполнил обещание и взорвал тестовый ядерный полигон Пхунгири. Сергей Менгажев продолжит. Пять мощных взрывов потрясли северо-восток корейского полуострова за несколько часов до того, как Дональд Трамп выступил с заявлением об отмене саммита с Кимчаныном. Три шахты тестового полигона Пхунгири, где Пхеньян проводил все свои ядерные испытания, взлетели на воздух на глазах иностранных журналистов, как наглядное подтверждение готовности КНДР следовать договоренностям о ликвидации ядерного оружия на корейском полуострове. На отказ Трампа вести диалог Пхеньян сегодня ответил нарочито нейтральным комментариям на демонстративно невысоком уровне первого заместителя министра иностранных дел. Наши сердечные стремления и активные усилия нацелены на ликвидацию продолжавшихся десятилетиями отношений враждебности и недоверия и на создание новых условий для улучшения отношений между КНДР и США получают единодушное сочувствие и поддержку внутри и вне страны. Президент Южной Кореи Мун Джи Ин, который после исторического саммита с Ким Чин Ином, когда казалось, что эра мира на корейском полуострове всерьез и надолго, предложил выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира, от публичного выступления воздержался и лишь выразил сожаление через своего официального представителя. Сами южнокорейцы пребывают в смешанных чувствах. С одной стороны, всё встало на свои привычные места, но с другой возвращение в прошлое энтузиазма ни у кого не вызывает. Демонтаж полигона не имеет отношения к денуклеаризации. Это просто шоу. Я вдохнул с облегчением, когда Трамп раскрыл этот обман и отменил саммит. Северная Корея отпустила трёх задержанных и ликвидировала Пунгири. Но США испытывают терпение КНДР, и я думаю, в этом причина отмена саммита. Жители корейского полуострова, включая меня самого, обеспокоены, что это может вновь привести к нестабильности. Трамп отказался от диалога с такой же лёгкостью, как и согласился встречаться с Ким Чен Ином весной этого года. Требуя от КНДР открытости и готовности полностью соблюдать условия США, сам Вашингтон ведёт себя непредсказуемо даже в отношении собственных союзников. Ни Сеул, ни Токио не были предупреждены заранее, хотя за день до этого Трамп встречался с президентом Южной Кореи, а накануне в Вашингтоне был глава Медяпонии Таро Коно, проводивший переговоры с госсекретарём Майком Помпео и советником по нацбезопасности Джоном Болтоном. Кстати, именно Болтон в самый разгар подготовки саммита в Сингапуре, когда даже памятные монеты были отчеканены, говорил о вероятности ливийского сценария для КНДР, если она откажется передавать в руки Вашингтона все свои ядерные технологии. Сергей Менгажев, Алексей Печко, Восточно-Азиатское бюро вестей.